Здравствуйте! В эфире программа «Жили-были на Дону». Мы рассказываем о жизни простых людей и о непростых жизненных ситуациях, в которых может оказаться каждый из нас. Жили-были ростовчане, которые обратились к нам за помощью. Дело в том, что около 10 лет все канализационные истоки из их квартир текут прямо в подвалы. Подробнее об этом с места событий расскажет моя коллега, народный корреспондент Олеся Слынько. Да, улица Алмазная бывшего совхоза Скво не так чиста, как называется. Несколько многоквартирных домов буквально тонут в нечистотах. Сначала подвалы затапливали только грунтовые воды. Позднее прибавилось воды с душком. Оказалось, отвечать за безобразие некому. Канализационные сети после развала совхоза оказались бесхозными. Последние 9 лет вся вода и канализация текут прямо в подвал. Жильцы пытались решить проблему сами, приобрели насос и выкачивали ее самостоятельно. Но в последнее время их возможности, в отличие от канализационных стоков, исчерпались. Постоянно откачиваем, постоянно канализация. Здесь у нас в квартирах запах канализационных, комары, блохи, подвальные постоянно. Пока жильцы писали в различные инстанции, пытаясь разобраться в документах, удалось выяснить, изношенные канализационные сети, которые портят им жизнь, в городскую систему не входят. А запахи какие в подъездах? Ну это же вообще невозможно. Ну я считаю, что ситуацию нужно решать и как бы ссылаться на то, что у них нет возможности, потому что мы не включены в схему города, потому что на нас нет денег бюджетных, потому что нас нет. Это не проблемы людей. Откачивать стоки необходимо ежедневно. В некоторых домах насосы работают непрерывно. Туда забраться невозможно, там больше метра воды. Если что-то там происходит, то все течет само собой. А потом куда это все? Ну и качиваем, опять в этот люк ставится насос, и она откачивается, она опять собирается. Сети изношены настолько, что мелкий ремонт дает лишь временный результат. Каждые два месяца в управляющей компании приходится прибегать к помощи городских служб. Чистить подвалы они не обязаны, но в критической ситуации жильцам помогают. Сети ничейные, то есть если сеть ничейная, никто ее не обслуживает, никто ей не занимается. То бишь они уже изношены, забиты, не промыты, никогда не мылись. Ну там, так скажем, уже грандиозная проблема. Брать на баланс убыточные сети пока никто не хочет. Ардаше Сатанянс считает, необходимо провести полную замену коммуникаций и перемкнуть к новой магистрали, которая расположена в районе 300 метров. Правда, обойдутся такие работы в сумме не меньше 3 миллионов рублей. Очистные сооружения давно покрыты ржавчиной. Все канализационные стоки без очистки текут прямо в искусственный бассейн. Специалисты предупредили, еще год и дамба не выдержит, и канализация рекой потечет на городское кладбище. Таких историй немало. Если у вас возникла похожая проблема, немедленно действуйте. Для начала напишите заявление в управляющую компанию. Руководствуйтесь постановлением правительства номер 491 об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме. Оно гласит, что состояние общего имущества не должно угрожать жизни и здоровью граждан. Помещения общего пользования должны содержать в чистоте и регулярно проводить санитарно-гигиеническую очистку. Обратиться с жалобой можно в администрацию своего города или областную госжилинспекцию по телефону, который вы видите на экране. А сейчас мы ответим на важные вопросы, которыми вы интересовались на этой неделе. Итак, рубрика «Справочная». Скажите, пожалуйста, сохранились льготы на коммунальные услуги в этом году? И от чего будет зависеть их размер? С 1 марта Ростовская область перейдет на новый порядок расчета льгот на жилищно-коммунальные услуги. Если раньше размер льгот был одинаковым в течение всего года, то теперь будет напрямую зависеть от объема потребленных газа, света, воды и тепла. Компенсацию рассчитают по приборам учета. Жилищные субсидии остаются по региональным стандартам, потому что жилищные субсидии изначально сделаны в соответствии с федеральным законодательством, и в федеральном законодательстве присутствует региональный стандарт. Изменение коснется всех льготников – многодетных семей, реабилитированных жертв, политрепрессий, сельских бюджетников, инвалидов, чернобыльцев. Сроки выплаты останутся прежними. Скажите, правда, что мы в портале госуслуги, теперь можно оформить документы на машину? Так точно. Получить госномера, оформить автомобиль, снять с учета транспортное средство можно через единый портал госуслуг. Для этого достаточно зайти на сайт, зарегистрироваться и в назначенный день и время прийти по адресу даватора 154А. Только теперь вместо многочасовой изматывающей очереди автовладельцев ждут в отдельном регистрационном подразделении. Какие преимущества данного зала? Это сокращение временного периода нахождения граждан у нас в подразделении, то есть не более одного часа, а также это снижает коррупционные риски. То есть гражданин, который записался через портал госуслуг, он сразу попадает непосредственно к сотруднику полиции на прием без каких-либо посредников. Постоянная очередь на почте. Приходится порой часами выстаивать за очень обычные и повседневные какие-то процедуры. Чтобы сделать, нужно часами выстаивать. Это уже сложно терпеть. Хорошая новость для всех нетерпеливых. Почта России тоже внедряет электронные очереди. Новыми системами в этом году оснастят большинство почтовых отделений Ростова, Шахт, Таганрога и Новочеркасска. Это позволит сократить время ожидания клиентам почти в два раза – с 15 минут до 8. В данном устройстве абсолютно все услуги задействованы. По любой услуге можно получить талон. Как видите, у нас представлена визуализация, где есть номер талона, номер окна, в котором вызывается клиент. Также есть аудиальное сопровождение, аудиосопровождение. Клиент вызывается к окну, к оператору, который свободен. Больше 20 терминалов электронной очереди установят в почтовых отделениях Донской столицы. Еще 12 комплектов оборудования разойдутся по крупным городам области. Задать вопрос в рубрику «Справочная» также можно по электронной почте или по номеру телефона, который вы видите на экране. Однако есть люди, которые нуждаются в помощи прямо сейчас. В каждой программе мы стараемся рассказать о таких героях. И сегодня это история о Данииле Сабадашеве. Олеся, тебе слово. С самого рождения Даниил Сабадашев борется за жизнь. Ребенок родился недоношенным весом всего полтора килограмма. Врачи выходили в боксе и, казалось, неприятности позади. Но ребенок так и не сел, не пополз и не начал ходить. А в 9 месяцев родители услышали страшный диагноз – детский церебральный паралич. Данил первоклассник, но проходит школьную программу второй год. Научиться писать так и не получается. С трудом держит ручку. Педагог решила опробовать другую методику. Изучает компьютерное письмо. Сразу запомнил, как меня зовут. Сказал, как его зовут. И мы начали наши встречи. Дорогу запомнил, куда идти. И дорогу запомнил. Он бывает у нас в классе. У него там есть свое место. Оно у нас оборудовано специально для такого ребенка. Здесь стоит компьютер с большим экраном. Сенсорная клавиатура. Это я переношу из школы. Операции массажа ощутимого результата не принесли. Но родители мальчика готовы бороться. Для того, чтобы болезнь не прогрессировала, необходимо ежемесячно около 50 тысяч рублей. Для семьи Саводашевых неподъемные деньги. Ну, оно все до кучи. Все ипотека. Ну, зарплаты низкие, небольшие. И, в принципе... Работа сезонная. Ну, какая есть. Работа есть, уже хорошо. Удается собрать сумму на один курс реабилитации в год, а положено три. Два года назад прошли первый в Челябинском реабилитационном центре и одна рука заработала. После второго получилось ходить, пусть и с поддержкой. Улучшить результат может специальный тренажер – вертикализатор. Он помогает почувствовать опору. Конечно же, для Дани он необходим, потому что это помогло бы ему больше удерживать себя, больше самостоятельности, так как они оборудованы, что ребенок полностью фиксируется и стоит самостоятельно, и тем самым привыкает к вертикальному положению. Вертикализатор в перечень бесплатных реабилитационных средств не входит. А вот шагоход – да. Только ждет его Даня уже пять лет. Нуждающихся много и очередь пока не подошла. Ребенок передвигается только в коляске. Хочет меня побегить? Он с компьютером натренируется сам, а потом папе дает. Ну-ка. Да? Ну-ка. Ну-ка. Научился? Субусе. От курса реабилитации в июне ждут нового чуда – снять спазмы рук, чтобы мальчик мог передвигаться хотя бы по дому. Я очень надеюсь, что мой ребенок станет таким же, как и все, и получит свой шанс прожить нормальную жизнь, которую ему хотелось бы. И чтобы то, о чем он мечтает, а его основная мечта – научиться ходить, сбываясь. У Дани есть младший брат. И он, когда научился ходить, Дани постоянно задавался вопросом, почему Никита ходит, а он нет. Заболевание не лечится, но восстановить двигательные функции можно. Тут помогут курсы реабилитации. Каждый из них стоит около 300 тысяч рублей. Деньги для семьи неподъемные. Помочь маленькому Данилу может каждый. Реквизиты для перечисления средств вы видите на экране. Наша программа подошла к концу. Помните, помогать легко, нужно только захотеть. А мы очень хотим вам помочь. Звоните нам по бесплатному телефону 8 800 500 ровно 86 42 и присылайте свои вопросы на почту жили-были-собака-дон-24.тв До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова